Привет! Это Паша из Австралии. С обзором очередных новостей. На этот раз перемываем косточки журналистики за апрель месяц. Апрель месяц такой довольно тихий в Австралии. Не в последнюю очередь, потому что на этот период приходится довольно много праздников. Это Пасха католическая истра, которая дает два выходных дня, пятницу и понедельник. Это Анзак Дэй на 25 апреля, день памяти военных, павших в разных тут боях. И Первомай. Да, в Австралии празднуют в том числе и Первомай. Такой вот пролетарский праздник в капиталистической стране. Начнем с парламента. Генпрокурор и министр обороны пошли на выход. Ну не то, чтобы пошли на выход совсем, генпрокурора куда-то отодвинули, а министра обороны назначили министром иностранных дел. Это все продолжение той самой эпопеи с таким непристойным поведением людей в парламенте. Генпрокурора отодвинули, пока обвиняют, пока расследуют обвинение его во всяких сексуальных домогательствах. А министра обороны, ну, та лишилась своего поста. Несмотря на то, что женщина, как бы, им много постов тут досталось, это лишилась своего поста из-за того, что назвала другую коллегу коровой. Вот такая вот история с министром обороны. Ну, трясет и трясет этот парламент, да, история давнишняя. Скотт Моррисон пытается спустить это все дело на тормозах. Тем не менее, какие-то подвижки есть. И действительно, в парламенте оказалось чуть больше женщин на этот раз. Странное дело приключилось тут в Австралии с тремя нулями. Это служба спасения, пожарные, полицейские, скорая помощь. Все вот в одном, как бы, объедено под цифрами три нуля. Если что-то происходит не так, вы берете телефон и звоните 0-0-0, и к вам кто-то приезжает. Так было до недавних пор, пока не добрались до этих трех нулей эффективные менеджеры. Добрались они теперь и решили убрать, точнее добавить, на самом деле, убрать прямую связь и добавить посредника, который будет обрабатывать звонок самостоятельно. Раньше звонок просто оператором переключался на соответствующую службу в зависимости от проблемы. Сейчас же этот оператор выясняет кучу подробностей и только потом переключает вас на нужную службу. Если. Если посчитает это нужным. А если посчитает, что ваш звонок третьей категории, то он никуда вас не переключит, повесит трубку, записав ваши координаты, и типа передаст соответствующую службу. Напишет имейл там через день, через два, как здесь принято, ну или непонятно как. В общем, дошли они до того, что очень много людей просто не могут прорваться до нужных им служб. И звонок, в общем, многие из вас, наверное, знакомы с этим, если кто звонил в службу техподдержки провайдера. Сначала вас переключает на какого-то попку дурака, который ничего не понимает, только по бумажке читает, у него там какой-то алгоритм есть, и он так вот типа, ответили А или Б, идем сюда или сюда. Если вы ответили В, то он вообще зависает и опять спрашивает вас тот же вопрос, чтобы понять А или Б. Вот здесь та же самая история. Увы, трагично закончилось это дело для одной женщины, которая так и не дождалась скорой помощи, померла. И этот случай не первый на самом деле с аварийными службами в Австралии. Что-то оптимизация затронула их довольно плохо, прямо скажем. Понятно, как бы еще и пандемия навалилась до кучи, но тем не менее вот эта вот история с оптимизацией здравоохранения, с уменьшением расходов на здравоохранение приводит к тому, что, к сожалению, статистика по неудачным с дозвоном растет. Так что, если у вас есть какая-то аварийная ситуация в Австралии, не звоните 3-0. Ищите у всех смартфон, если берете смартфон, ищите ближайший телефон полицейского участка или пожарной службы, или еще куда-то, и звоните им напрямую, чтобы избежать вот этой вот дурацкой оптимизации, которая оставит вас без экстренных служб. Потому что, ну, это просто жесть какая-то, как можно было. Вот. Ну, ладно. Перейдем к более разрушающим вещам, пожалуй, да. Это циклон Сережа. Сережа, как его тут назвали. В общем, этот славный мальчуган пронесся над Западной Австралией и посносил к чертовой матери несколько десятков домов. Еще сотни повредил, и в итоге это, конечно, не такой ужас, как циклон Трейси в Дарвине устроил. Но, тем не менее, что-то близкое. Огромное количество видео с камер, с домашних вот этих вот систем видеонаблюдения, с телефонов было записано, как там ветер дует и валит пальмы, горизонтальный дождь, крыша отрывает. В общем, это просто жизнь какая-то. Да, вот так вот жить, посмотришь на это и думаешь, как вы в этой Австралии там живете. К счастью, такое бывает редко и точечно. Но, к несчастью, иногда вы тоже можете там оказаться. Поэтому, да, надо укрываться в центре дома, байкодироваться диванами обставляться. В общем, пытаться пережить этот момент. Очень надеюсь, что никаких проблем у людей, которые этим были всем застаты, не будет. Потому что у многих есть страховка. Должна это все покрывать. И государство вроде как какую-то поддержку оказывает. Так что, да, сочувствуем. Держим пальцы крестиком. Собираем помощь какую-то. И отправляем им туда для поддержки. Из таких более глобальных новостей, да. Потому что Австралия страна маленькая, деревня такая большая, особенно наш Брисбан. А здесь новостей особых нету. Переходим к чему-то глобальному. Потому что, несмотря на отсутствие местных новостей, времени в сутках все еще 24 часа, надо чем-то заполнять телевидение местного. Астрозеника попала в опалу. Попала она в опалу после европейских проблем. В Австралии тоже какие-то несколько человек пострадали. По-моему, даже скончались от вот этих вот. Как они применяют такой, знаете, особенный термин из местного новояза, да. Rare blood clots. То есть не просто там от тромбоза, померили, а от редкого тромбоза, да. То есть какой-то особенный вид, который очень редкий. Ну, да, понятно, что все эти прививки пока еще в стадии испытаний проходят. Не быстро это все делается. Нужны годы, чтобы накопить соответствующую статистику. И тысячи привитых, сотни тысяч, миллионы. Но вот, к сожалению, у астрозеники оказались такие побочные эффекты. И решили, то ли, чтобы как бы прививать, продолжать такое население, наиболее уязвимое старше 50 лет. То ли от того, что просто накупили много, а стариков не очень жалко, что ли, я не пойму. В общем, они решили эти вакцинирования продолжать. Просто если вам меньше 50 лет, то вам такую прививку не дадут. Естественно, тут же выпрыгнул Pfizer со своей BioNTech-овской прививкой. И его начали еще больше продвигать. Тут же так удобно выяснилось, что не обязательно все время хранить в криогенных температурах. Можно чуть-чуть и в холодильнике в морозилке подержать. В общем, как видите, так вот астрозенику европейскую пододвигают. И штатовский Pfizer к себе притаскивают. Непонятно, сколько здесь политики, сколько хитрого умысла, сколько корысти и сколько, в общем, реальной медицины. Это вот такие понятия, о которых сейчас много обсуждают. Я в них поддаваться не буду. Тем не менее, вот такой вот нюанс есть. В принципе, что-то как-то смотрю я вот эти новости в Австралии. И вот то, что в апреле настоящих новостей было мало, сразу видно, что журналисты пошли высасывать из пальца все это дело. Пошли по полной программе высасывать. И кто-то, видимо, решил заодно как бы и политическую карьеру что ли сделать. Или просто как-то перед начальством выслужиться, который эту карьеру делает. В общем, какие-то новости прям, знаете, иной раз в одну лузу идут, что как-то вот явно прослеживается умысел у этих журналистов. Да, так что продажные журналюги, они везде есть, не только в России. В России они там просто поголовно как бы продались, а здесь пока еще есть идейные. Но их тоже иногда подсиживают и другие более, как бы это сказать, меркантильные товарищи и коллеги. Ладно, еще из глобальных новостей. Полицейский душегуб из США, который задавил несчастного негра, он был судом присяжных принят, но он виновным по куче статей. И, в общем, этому Дереку теперь грозит очень-очень много. Как бы понятно было, что дело политическое. У нас здесь за этим активно следили, потому что проблема вот этой расовой дискриминации в Австралии, она немножко такую специфическую тему приобрела. Здесь активно дискриминировали не негров, а даже вот этих вот коренных австралийцев, да, индидженос. Они были очень в опале, их одно время даже из-за людей не считали официально на уровне закона, их относили к животным. В общем, вот такая вот безобразие в Австралии происходило. И это все еще продолжается. Они в заключении точно так же гибнут в больших количествах по сравнению с белым населением. Частично это связано с их особенностями поведения, а частично с предвзятым отношением полиции к ним. Поэтому правозащитники очень активно вот эту тему несчастного Флойда поднимали в Австралии и за этим очень сильно следили. Опять же, как бы своих новостей такого масштаба нет, а в Америке большая буча. Надо как бы показывать, смотреть, это же типа новостной контент. Вот, что у нас еще есть? Из международных новостей. Очень активно, целую неделю по всем новостям обсуждали неудавшуюся европейскую суперлигу. Причем, как резко ее начали обсуждать, как резко она, идея обломалась, тут же резко ее перестали обсуждать. Не знаю, политической мотивации это или просто новостей других не было, но почему-то за нее взялись прям так всерьез. Спорт в Австралии, в принципе, любят, обсуждают очень много. Почему обсуждали так вот эту суперлигу, непонятно. Потому что сокер здесь, ну, футбол обычный, он не такой популярный, как регби или австралийский футбол. Это тут гораздо больше все идет. Ну, вот, как бы новостной сюжет. Ну, и потихонечку переходим к таким близким русскоговорящим товарищам вещам, как КГБ, да. Стремная немножко тема обсуждать. Не принято ее было до недавних пор. Говорили, за это убивают. И, собственно, чего здесь пошло. ABC выпустила огромную целую серию расследований на эту тему. Вспомнили и Маркова, знаменитого болгарского диссидента, которого убили в Лондоне, впрыснув яд при помощи зонтика. И всякие другие политические убийства. По Навальному там несколько было таких расследований довольно крупных. Самое интересное, на само расследование Навального ссылались с осторожностью. То есть, когда он там звонил своему убийце и прочие вещи, они как-то их, видимо, то ли проверить до конца не смогли, то ли не хотят связываться особо сильно и с Россией портить отношения. В общем, они как-то это так на тормозах спустили. Очень много говорили конкретно про КГБ. То есть, такой вот путинских приятелей, но типа старых, это все давно минувшие дни. Советский Союз развалился, мы не при делах, мы друзья, мы не враги. В общем, очень много было на эту тему. Пустили буквально день через день все вот эти вот расследования. Интересно почитать, я вам скажу, особенно, как бы, такие вещи, которые в России особо не обсуждались в свое время. Немножко так доставляет, что вот идея, что КГБ убило диссидента болгарского в Лондоне при помощи зонтика, а потом в Советском Союзе очень популярен был вот этот фильм с Пьером Ришаром «Укол зонтиком», где как раз эта тема муссировалась. Ну вот. Вроде как мы знали эту историю, но немножко не с той стороны. КГБ, они такие, из-за каждого угла сидят. Тут, кстати, не знаю, за мной тут не следят, надеюсь. Они, наверное, по Ютьюбу это делают сейчас, по удаленке. Ну, удаленки же все. В общем, вот такие вот дела с этим КГБ, ныне ребрендинговым ФСБ. Хотя, где-то, говорят, еще осталось православное белорусское. Давайте немножко ближе к теме, хоть и международная. Прям вот зачитаю. Незадачливая парочка наркокурьеров. Значит, была такая престарелая парочка наркокурьеров, попалась полиции. План у них был довольно изощренным. Они поехали в США, два австралийца поехали в США, купили там самолет. Купили самолет, спрятали в нем в топливном баке внутри 180 килограмм метамфетамина. И добавили дополнительный топливный бак и перегнали его, типа, в Австралию. Мы, типа, самолет купили, гоним его в Австралию. Но многие так делают, на самом деле. В Америке самолет не такие дорогие, как в Австралии. Однако же, поскольку товарищи были недостаточно смышленными или просто очень наивными, как большинство австралийцев, без вот этой вот хитро выковыренной вот такой вот особой заточки, особой такой левой резьбы в мозгах, они умудрились проколоться по полной программе. План, в общем, был довольно простой. Запихать 180 килограммов этой дряни в бензобак и долететь с 13 промежуточными остановками из Калифорнии в Мельбурн. Увы, план оказался довольно худым. Обмен зашифрованными сообщениями они устроили, да, вот такие, понимали, что за ними могут следить, купили себе телефоны BlackBerry и давай защищенными сообщениями обмениваться. Их немножко обломало то, что один из заговорщиков, пароль от этого самого BlackBerry записал на бумажке и хранил в бумажнике. То есть, когда его полиция взяла, они без проблем прочитали все сообщения. Это прям вот для суда доказательство прям идеальное. Также граждане не сильно морочились со всякими левыми схемами, которыми грешит господин Пу, чтобы его не запалил Навальный, да. Они прямо на свое имя покупали и контейнер для хранения наркоты в Штатах. И арендовали на свое настоящее имя место, где этот контейнер стоял. И, в общем, везде расплачивались карточкой и их отследили очень просто. Американская полиция посла их довольно давно. Но и передала австралийским коллегам эту информацию о том, что там парочка таких вот горе-наркокурьеров летит. Забирайте их с поличным тепленькими. Итог. Итог для этой пары, что придется сидеть им довольно много. От 14 до 17 лет. Но, говорят, за хорошее поведение могут выпустить их по условно-досрочному освобождению. Опять же, чай не Навальный, не политическое дело. И если будут раскаиваться и вести себя хорошо, могут выйти пораньше, уже через 11 лет. Хорошая новость. Это тоже в Австралии существует, да, не только всякая ерунда. У нас было на самом деле два таких интересных события. Прямо в Брисбане, не где-то далеко. Это, например, первый случай спасения на водах. Джон Ги самоотверженно кинулся в реку и спас тонущую женщину. Это дело было в самом центре Брисбана, на речке Брисбан, или Брисбанка, как ее называют русскоязычной здесь. Где Джон весело проводил время на теплоходе. И, увидев в реке женщину, как бы явно не развлечения ради там плескающуюся, бросил спасательный круг. Когда-то не смогла за него ухватиться, бросил вместо круга уже себя самого. Поступок, на самом деле, достаточно самоотверженный. Дело в том, что в Брисбанке водится куча всякой дряни. И, например, рядом со студенческим городком в Сан-Люше активно местные студенты ловят акул. Вот есть тут такая акула-бык. В общем, они там метровых акул легко тягают из воды, а такая палец откусить может легко. Товарищ, не сомневаясь, бросился спасать женщину. И замечательно, все это дело закончилось для всех. Никого не покусали, всех спасли. Такой вот самоотверженный Джон Ги. Молодец, такой майт настоящий. Не испугался акул. Распихал крокодилов. И, в общем, спас женщину. Также из хорошо закончившихся новостей, радостных таких, у Эшлинга Стива родился мальчик. Как бы, что такого? Много у кого рождается. Но здесь ситуацию несколько обстоятельств этих родов сделали необычной. До госпиталя оставалось примерно 2 минуты езды на машине. Но ребенок решил, что ждать ему неохота. Им пришлось прям вот срочно посреди дороги остановиться. И где, собственно, роды и приняли. К счастью, в том же самом трафике ехала акушерка буквально через несколько машин от них. И потом подоспел еще одна медсестра, студентка-медсестра, которая обучалась тоже на принятие родов. В общем, вот так вот хорошо закончилась эта история с тем, что они доехали 2 минуты до госпиталя. Однако медицинская помощь подоспела, хоть и не совсем везде сертифицированы. Но, по крайней мере, своими знаниями и навыками помогли. И все окончилось хорошо. Так что народ здесь отзывчивый. Я думаю, что в России примерно те же самые истории где-то можно накопать. Их просто не так сильно публикуют, как здесь. Ввиду отсутствия как таковых новостей. Австралия большая деревня. Брисбан деревня даже еще меньше того. Так что здесь любая новость это новость. На этом я обзор новостей за апрель австралийских заканчиваю. Если вам показалось это интересным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Может быть, у вас какие-то свои новости были. Делитесь ими в комментариях. Будет интересно почитать. До сим я откланиваюсь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok